Сегодня многие автовладельцы решили отказаться от личного транспорта и пересели на общественный, оставив свои машины на парковочных местах под ледяной коркой. В эти минуты график у коммунальных служб крайне напряженный. Спецмашины работают круглосуточно. Спасать город от снежной стихии на дороге Солигорска вышла вся снегоуборочная техника ЖКХ, чтобы расчистить от снега прилегающие территории. С лопатами на помощь коммунальникам вышли люди. Мы хотим извиниться за то, что есть временные недостатки в работе жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день все единицы техники работают на линии. В связи с усилением снегопада будут работать круглосуточно. При этом на сегодняшний день больших замечаний в работе нет. Больших заторов, по крайней мере, на улицах нет. Ну а сейчас максимально мы делаем именно по тротуарам, работаем на тротуарах, чтобы было не скользко. Коммунальники заверяют, к обеспечению безопасных условий на дорогах и тротуарах готовы. Заготовлено необходимое количество песко-соляной смеси. Все городские улицы, которые закреплены за предприятиями нашими, мы просим руководителей предприятий еще раз подключиться к этой работе и почистить закрепленные за ними улицы, тротуары, дороги. Обещаю снегопады плюс заморозки. Поэтому мы хотим вычистить тротуары и улицы, чтобы оно не замерзло, и чтобы потом не ломать ноги и не бить технику нашим жителям. Сложнее всего приходится большегрузом во дворах, для того, чтобы все службы работали в полном объеме. Автовладельцы должны правильно парковаться и убирать парковочные места. Просим жителей нашего города почистить вокруг своих автомобилей, во дворах, стояночные места, в связи с тем, что мы можем поцарапать технику коммунальной и ваш автотранспорт. Что касается общественного транспорта, то каких-либо корректировок погода не внесла. Маршрутные автобусы выходят по обычному расписанию. Несмотря на экстремальные погодные условия, последняя неделя обошлась без серьезных ДТП. Как сообщили в ГАИ, на дорогах Солигорского района никто не погиб. Хотя не обошлось без мелких дорожно-транспортных происшествий. Сейчас видимость на дорогах для водителей серьезных затруднений не вызывает. Специалисты советуют воздержаться от поездок и не эксплуатировать транспортное средство с неисправностями и без зимней резины. В ближайшие сутки снегопады продолжатся. В стране объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.